всем привет привет в этот раз новости будут про россию точнее про то как нас всех здесь удачно эвакуируют и ждали пока росавиация и какой-то там комитет по коронавирусу сделает свое заявление они сделали это примерно как слон родил мышь вот помните во властелине колец эпизод когда деревья совещались между собой и хоббит такой спрашивает попробуй спроси как хоббит ну что ну что ну что вы решили мы поздоровались и познакомились вот примерно так выглядит тот результат который мы видим на сайте авиации где нам говорят что совещание участвовали такой-то министр такой-то министр министр цифровой какой-то там самоорганизации самоизоляции шутка где он видимо за формочки отвечают которые были формочки на руле с ру на каких-то вот этих каких-то google docs это наверное наш министр по формам министр по формам просто глобальной цифровизации и почему-то он советовал что нужно из таиланда вывести людей а это выборка из базы данных на она была какая-нибудь серьезная что в таиланде то больше всех людей 25000 поэтому надо раз в три дня в 45 давать отсюда рейс ну конечно мы же успеем всех вывести и очень хотим моя знакомая которая должна была улететь 2 апреля все еще в бангкоке сегодня она собирается проводить прямой эфир и рассказывать как им обещали обещали но так они увезли их из таиланда ну скорее всего у них нет детей и они не попали на тот самолет который должен был всех увезти который к сожалению летел полупустым и получается что с нашей стороны здесь люди кричат посадите на самолет мы хотим мы пожалуйста у нас билеты бла бла а с той стороны говорят ну люди не хотят улетать из таиланда они просто не явились на рейс особенно если им сказать что этот рейс состоится в 12 дня следующего дня а ты здесь на самуи или где-нибудь на букете и ты не можешь физически попасть на этот рейс знаете да вот эту вещь с галочками которые заполняют на материальную помощь там написано если вы отказались или не успели на свой рейс вы больше не получите материальную компенсацию прекрасно отличная работа мне пока никто ничего не звонил материальную помощь не предложили но прислали смс отправьте короткое сообщение на номер 4546 если я не ошибаюсь с местом с вашим местом нахождения какой ближайший аэропорт к вам находится потому что мы начали составлять списки на эвакуации а списки на материальную денежную помощь вы случайно не начали составлять хочется спросить мы сегодня очень едкие но просто дело в том что короткий номер на который надо писать смс он платный люди волнуются понимают что это какой-то развод со стороны тех кто спер эту базу данных я не знаю ты должен отправить на короткий номер который список мошеннических входит просто google первая же там вторая третья ссылка говорит о том что номер 4556 это с вас снимают деньги платные подписки и так далее но замечательно никакой информации о том что номер этот короткий номер упоминается где-то на сайте посольства на сайте росавиации нигде ничего но в качестве правителя указан сайт госуслуги.ру это просто сообщение который может сделать каждый ну каждый мошенник подписать любого конечно в общем но я заполнял действительно на госуслугах видимо там какой-то хакер работает который спер базу и продал ее злоумышленникам зачем ты распространяешь слухи видел текстовый дайджест таких же ребят с боли который полностью совпадает практически с нашим где кто-то попытался объяснить что когда делали форму забыли сделать поле ближайший аэропорт и дали задание каким-то коммерческим структурам с каким-то коммерческим бюджетом чтобы они попытались выяснить у населения из какого аэропорта они хотят лететь замечательно плюс естественно люди волнуются потому что им звонят какие-то непонятные номера на российские симки естественно денег нет на этих симках они заканчиваются каждая минута там стоит понятно сколько 130 рублей у меня тариф отличный тариф 4 утра в 5 утра вам звонит московский какой-то номер нужно первых и спать ждать эвакуации неизвестно когда и зачем есть случаи когда людям предлагают оплатить новые билеты снова оплатить новые билеты прямо сейчас вот вы только не вот здесь вот сделаете там пару нажатий и вы снова оплатите билеты представляете какое издевательство или наш наш великий комитет который посовещался и решил во-первых они сказали что все кто прилетели до 1 января не подпадают под его кодекс они уже не граждане этой страны если они прилетели до 1 января в чем смысл вообще ставить какую-то дату зачем чтобы потом получать разъяренных граждан которые говорят я прилетела 31 декабря я что теперь не такая как они они пролетели 7 что за бред еще весело по поводу материальной помощи не шостин сказал оказать помощь в течение 48 часов после подачи заявления на госуслугах сколько прошло на 4 конечно но то есть мы бы уже здесь загнулись если бы у нас не было в кармане той тысячи бат который у нас есть у нас есть еще по поэтому мы нормально еще держимся но мишустин спасибо спасибо за то что хочешь нам прислать течение 48 часов помощь пока что-то не не шлется шлются смс и звонки на номер телефона который пришлось пополнить части замечательно да еще по итогам этого великого совещания по другому его нельзя назвать они решили что прилетать будут аэропорты городов только те кто прописан в этих городах ну то есть ты имеешь прописку в москве ты едешь на домашний карантин если ты должен лететь дальше куда-то ты идешь в обсервацию соответственно приготовьте все все это вот лимита которая понаехала в москву живет в которых пересадка через москву а если пересадка через москву будет дальнейший рейс да там может быть когда-нибудь будет тем более что количество рисов резко сокращено не думаю что еще дальше там какая-то эвакуация будет ну то есть пока видно что заботятся о тех кого только что вывезли на обсервацию или на домашнюю зависимость от прописки участники заседания сошлись во мнении что необходимо предупреждать за один день губернаторов которые будут принимать те или иные рейсы чтобы они там быстренько обсервацию подготовили условия для карантина но не предупредили не сошлись во мнении о том когда нужно предупреждать вылетающих из разных стран чтобы у них была такая же возможность подготовиться собственно к вылету собрать вещи например приехать в аэропорт из другого города у которого закрыты перелеты ну и наконец-то они решили кто будет платить за вывозные рейсы если у вас куплен билет российской авиакомпании вас везут бесплатно если у вас куплен билет иностранной компании то вы сами там как-нибудь разбирайтесь иностранной компании за этот за эту эвакуацию вы будете платить там 400 долларов скидки денег купила эмирейс когда-то отменил рейсы потому что запретили летать эмирейс в россию и тебя не сажают бесплатно то есть если у тебя был билет но сгорел российской авиакомпании то тебе несправедливость какая-то возвращаясь к новостям таиланда сожалению у нас сегодня снова подъем по количеству заболевших это 115 человек а вчера было только 38 почему так цифра резко выросла премьер-министр точнее его говорящая голова сказал что проверили все кто приехал из-за границы забирали тайцев из аэропорта Сеула из аэропорта там не помню а Индонезии из Индонезии ну и так как они тестируют всех тех кто прибывает то они получают результаты тестов новых заболевших в россии я не знаю как получается сегодняшний 1150 ну не всеобщим тестированием а тестированием видимо тех кто уже харкает кровью я не знаю не буду наговаривать на здравоохранение россии еще веселуха на самуи началась с новости что всех выгоняют из отелей сначала всех выгоняли из отелей букета пангана паттайи теперь выгоняют из отеля из отелей у нас это так распространяется информация то есть губернатор постановил не завозить в отеле новых туристов но вся информация идет о том что кто-то чего-то неправильно слушает телевизор не читает знаете не понимает тайский язык она не бывает и какие-то случаи что ура ура надо надо выгнать фаранга на улицу ну и предоплату еще не вернуть но пока что это вот какие-то единичные случаи если с вами что-то такое происходит звоните на горячую линию звоните в турполицию звоните нашему консулу почетному на самуи тем более что он дружит с турполиции очереди в иммигрейшнс вчера занимали с пяти утра то есть приходишь в пять утра и ты номерочек дают ты уже пятый дружи там седьмой сегодня люди тоже поехали занимать очередь скорее но изменилась система выдачи номерков сначала ты заполняешь все документы потом получаешь номерок на пангане устроили какую-то бойню там 500 человек выездная бригада иммигрейшнс ну все это смотрят настолько дико количество людей которые столпились чтобы получить свое продление так как пока что панганские же к нам приезжают нет раз приезжали но последние дни не приезжают так как у нас дэнджер зон на самуи 6 заболевших это дэнджер зон ну зачем тебе ехать продлеваться на самуи если в новостях было иммигрейшн 8 числа приедет на панган корона вирус уравнивающая вещь будьте пожалуйста к нему толерантны вот там в израиле я знаю кто-то высказывался о том что корона вирус это наказание для гомосексуалистов и в итоге у него обнаружили у его жены тоже неизвестно чем они там занимаются каком будьте пожалуйста толерантны друг другу и гомосексуалистов и ко всем ко всем ко всем даже к тем кто пишет вот эти комменты всем возвращающимся из россии мы вас помним будь тоже толерантен пожалуйста буду я буду и меня вылечат всего доброго это были все новости на 8 апреля пока пока пока